Одна очень важная сфера, вопрос, по которому у Гилеля и Шамая были разногласия, это о разводе. В 24 главе Второзакония там говорится о том, как муж разводится со своей женой, то он должен дать ей разводное письмо и отпустить. И там нет никаких подробностей о том, как это должно все происходить. И что там говорится до этих стихов, что если он найдет какую-либо нечистоту в ней. Но что так же означало та нечистота, так же не ясно. И поэтому Шамай говорит, это означает только сексуальный грех. Гилель говорит, нет. Это может быть что угодно. И он говорит, что это может быть даже такое, если она испортит ему обед. И он не имел ввиду, что нужно легкомысленно относиться к супружеству. И что он говорил. Если брак настолько плох, что муж говорит, и муж говорит, вот ты испортила мой обед, это была последняя капля. То, вероятно, это будет такой брак, лучше в котором будет развестись. И, конечно, когда фарисеи потом подошли к Яшуа, и сказали, что можно ли разводиться с женой по любой причине. И они спрашивали, кто прав, Гилель или Шамай. Понятно? И когда некоторые люди изучают этот период времени, и они сравнивают Яшуа больше с Гилелем, чем с Шамаем. И они видят, что Гилель был очень нежным, мягким человеком, любящим людей. Так же, как и Яшуа. Но в этом вопросе Яшуа соглашался с Шамаем, не с Гилелем. И так же, если у вас будут много разных методов толкования Библии, в таком важном вопросе, как разводе, как можно применить закон на практике. И Раббины говорят, что здесь применяется большинство правил, которые есть. Большинство чего? Большинство ученых в любом поколении. И так как у Гилеля было больше последователей, чем у Шамая, то галахические правила соответствовали больше школе Гилеля. И галаха происходит из слова «идти». Или же «образ жизни». Но так же это термин, который означает «законное решение». Поэтому вы можете задать такой вопрос. «О чем говорит галаха?» И так же привести несколько вопросов к этому. И поэтому, несмотря на то, что правила галахи о разводе были намного легче. То развод был очень редким явлением среди еврейского народа. И пару минут назад я говорил об устной торе. И Раббины думали, что им было дано правильное истолкование. И задумайтесь об этом. Фарисеи верили, что Бог также дал устную тору на горе Синай. И что они были теми, которые приняли это историческое толкование. И если вы верите этому, то во что вы тогда будете верить о самих себе? То вы так же будете думать, что вы единственная законная группа. Потому что устная тора, она была своеобразным ключом к пониманию письменной торы. И поэтому они думали, что они были единственной группой, у которой был этот ключ. Но так же в иудаизме в то время было очень много других групп. Не только Ессеи и Саддукеи. Были так же другие группы со своими собственными способами понимания, толкования всего. Поэтому в то время иудаизм он не приобрел еще такого, не окостенел. Он был еще в таком формирующемся состоянии. И так же есть история в Талмуде, которая иллюстрирует этот принцип большинства. И происходит она во втором веке после Ешуа. Был один человек по имени Окнай, у которого была печь. И был какой-то галахический вопрос об этой печке. И раввины спорили между собой. И если я помню точно, Раббай Элиезер и Раббай Джошуа, которые были главными спикерами. Раббай Элиезер был прекрасный аргумент, дебатер. Раббай Элиезер умел очень хорошо вести диспут. И он думал, что он приводит очень хорошие доказательства тому, что он прав. Но большинство его коллег, его товарищей, они не соглашались с ним. И он постепенно начал все больше и больше разочаровываться. И поэтому, наконец, он сказал, «Если галаха со мной, то пусть стены этого бейт-мидраж покажут это». Бейт-мидраж means a house of study. Бейт-мидраж — это означает дом изучения. Поэтому стена начала двигаться и наклоняться. И поэтому поднялся Раввин и Агушуа и сказал, «Мы не принимаем этого свидетельства стены». И поэтому Раввин Ильезер сказал, «Если галаха со мной, то пусть это дерево, определенный вид дерева, пусть это покажет». Это дерево росло за стенами возле этого здания. Это дерево выскочило, пробежало несколько метров и снова укоренилось в другом месте. И Раввина Илья Глушуа сказал, «Мы не принимаем этого свидетельства, этого дерева». Поэтому вы можете представить себе Раввина Ильезера. И он сказал, «Если галаха со мной, то пусть об этом скажут небеса». И там сказано, что в это время был голос с неба. И голос сказал, что галаха всегда с Раввином Ильяезером. Вы бы, наверное, подумали, что Раввин Илья Глушуа сказал, «Ну хорошо». Нет. Он сказал, «Это не на небе». Кто-то читал недельную главу Торы, которая была? Никто не читал. Вы должны начать читать Паршу недельную главу. Это 30-я глава Торзакония. Что он имеет в виду этим? Он имел в виду, что сейчас Тора не на небе уже. Она на земле. Бог дал ее Израилю. Она находится в руках людей. И Бог дал Тору людям, с которыми они могут жить. Кто из вас думает, что это было бы хорошим методом толкования? Я думаю, что это немножко сумасшедший метод. Но еще хочу добавить к этому. Впервые, когда я говорил об этой истории с одним ортодоксальным раввином, я прочитал. Но я подумал, что также эту историю нельзя воспринимать как истину. Я просто думал, что это история для того, чтобы какую-то точку зрения доказать. Но этот раввин думал, верил, что эта история произошла в действительности, так же, как это было описано в Талмуде. И так же, он верил, что эти раввины приняли правильное решение. То, как бы, моя челюсть как бы упала. Но я верила в Новый Завет. Я верила в Дух Святой. Если Бог говорит, то это решает все дела. Но это было одно из самых первых времен, когда, наконец, меня как бы озарило внутри и я понял тот настоящий образ мышления ортодоксальных евреев. И это не было как и это тот раввин, с которым я говорил, он не был таким молоденьким, новеньким. Он учил других раввинов. И давайте возвращаемся снова к нашей истории. В этом есть одна интересная вещь, что многие христиане не понимают. христиане не понимают. Я думаю, это 13 глава, в Терзаконе, где говорится, что будете делать, если кто-то сотворит чудо или знамение. Но это учение, оно не соответствует Торе. Там говорится, не следуйте за ними, не слушайте их. Но есть слишком много христиан в Америке, так как кто-то может сделать пару чудес, и они думают, что автоматически все их слова становятся истинными. это как бы не совсем правильно. Понятно. И заключительная часть этой истории. И позже, один из раввинов, который присутствовал там, к нему пришел ангел. И он спрашивает ангела, что происходило на нем, когда были эти дебаты. Он сказал, Бог смеялся. И он сказал, My children have beaten me. My children have beaten me. My children have won the argument. They beat me. Like in a game. They beat me. God said. Yes. Как бы Бог сказал, ну, мои дети победили меня в споре. Давайте теперь уделим время периоду разрушения храма. Зелоты начали войну, бунт против Рима. И Рим тогда победил. И когда Иерусалим был осажден римскими войсками, то зелоты находились внутри города, и они держали ситуацию под своим контролем. И они не разрешали никому выйти. Они не хотели, чтобы кто-либо сдался. И один из самых известных раввинов того времени, Йоханан бен Закай, они поместили его в гроб и вынесли. И как только он уже оказался за пределами Иерусалима, то они пошли к римскому генералу. Он пошел к римскому генералу, и он заключил такой договор с ним. Потому что римляне знали, что большинство населения Израиля не хотели этой войны. И он сказал, «Просто позволь мне пойти в город Явна, и там организовать школу, и мы оставим вас». И римский генерал согласился с ним, «Хорошо». И поэтому после разрушения храма, фарисеи смогли восстановить свою школу. И после этого времени большинство других групп в иудаизме они начали постепенно утеревать свое влияние. И также тот оплот фарисейства это была синагога. Оплот саддукеев был храм, который к тому времени уже был разрушен. И поэтому фарисеи начали приобретать еще больше влияние. И зелоты, они просуществовали немножко больше, немножко дольше. И Иерусалим был разрушен в 70-м году. Но некоторые из зелотов, они пошли в Масаду, это была крепость в гористой местности возле Мертвого моря. И они смогли пробыть там еще в течение трех лет. И пока, наконец, не было придушено последнее повстание. И без храма, самого важного места в иудаизме, и без жертв, Каким же образом приходило прощение? И в еврейской мысли уже существовала некоторая тенденция, которая сводила к минимуму важность жертв. Но когда теперь уже не было вообще никаких жертвоприношений, как это повлияло на еврейскую философию? Одна очень известная фраза в Талмуде, И там сказано, Тот, кто покается, это равносильно тому, если бы он пошел в Иерусалим, построил храм и жертвенник, и принес бы все жертвы. Видите ли, что это означает? Поэтому покаяние стало замещением. Если вы каетесь, то же, что было в храме, вы приобретаете такие же преимущества. Также было второе повстание против Рима, в 132 году. И израильские армии в то время были намного более подготовленными. И понадобилось 7 римских легионов, чтобы победить в этой войне. В 1991 году я пробирался среди разных гробниц, которые были построены до этого повстания. Там, где входить в них надо сквозь очень узкий вход, проход. Может быть, ширина их, тех склепов, гробниц, полтора метра. Высотой метр или даже меньше. И она такая очень, как бы, лабиринт такой составляет. И поэтому римляне следовали за евреями. И затем можно было проходить в более большие комнаты. И это там, где римляне находили свою смерть. И также, как бы, там были различные лабиринты, различные входы-выходы, и что римляне не знали. И во втором повстании было убито намного больше евреев, чем в первом повстании. Сотни тысяч евреев было убито или же продано в рабство. И поэтому осталось намного меньше населения в Израиле. И так же экономически Астана обеднела. И поэтому центр школы, центр изучения передвинулся ближе к северу. Где-то в районе города Тиберия на Галилейском море. И постепенно все меньше и меньше оставалось учителей. Так как где было меньше денег, то меньше было возможностей у людей посвятить свою жизнь обучению и учебе. И как вы помните, что не все евреи возвратились из Лавилонской страны. И так же много еще евреев жило в восточной части. И у которых так же были свои собственные школы. И устная Тора не нужно было записывать. И ее нужно было только запоминать. И как вы помните, что почти каждый еврейский мальчик его обучали и тренировали в том, чтобы он полностью запоминал Писание. полностью все первые пять книг Библии. И кроме этого, если вы хотели бы учиться, также вам приходилось бы запоминать наизусть всю историю толкования. И поэтому было очень много евреев, которые обладали очень большим количеством информации в своей голове. Но из-за нескольких учителей, один очень значительный еврейский учитель, аристократ, он был богатым человеком, он решил, что некоторую часть традиции необходимо записать. И он беспокоился о том, что некоторые части устной Торы могут быть потеряны. И он также записал большую часть этих традиций. И это называется Мишна. Now the Mishna would be a book about this big, Мишна-книга примерно вот такой толщины. Small print. И таким мелким шрифтом. And there are six sections of the Mishna. И существует шесть разделов, частей Mishny. And almost all of the Mishna is halakha. И почти вся Mishna это halakha. Legal thought. Законная мысль. A small part of it is agadha. И только небольшая часть Mishny это agadha. что означает истории, moral tales, истории нравственности, может быть притчи, рассказы. Whatever. And that small part is the perke avot. И это небольшая часть это perke avot. And any orthodox prayer book will have the perke avot. И в любой orthodoxальной молитвенной книге есть perke avot. And I would suggest that you read the perke avot. И также я бы посоветовал вам, чтобы вы читали perke avot. Not only is it very interesting, not only is it very interesting, она не только как интерес представляет, but there are a lot of great sayings in here. Но также в ней есть очень много интересных высказываний. For instance, the world depends on three things. Мир зависит от трех вещей. On the Torah. От Торы. And study. And study. On the service of God. От служения Богу. And on kind deeds. И также от добрых дел. Isn't that a great saying? Это замечательное высказывание, не так ли? Think about it. Подумайте об этом. It's like saying for us. It's like saying for us. The world depends on three things. The world depends on three things. Studying the scripture. От изучения Писания. Worshiping God. Поклонения Богу. And acts of loving kindness. И также дел любви. How about this one? А как вам вот это выражение? Do not be like servants who serve their master for the sake of receiving a reward. Не служите своим господам только для того, чтобы получить свою награду. Instead, be like servants who serve their master not for the sake of receiving a reward. Но вместо этого будьте такими слухами, которые служат не из-за получения награды. And let the awe of heaven be on you. And let your house be a meeting place for sages. Scholars. And let your house be a meeting place for sages. Sit in the dust of their feet. And sit in the dust of their feet. And drink in their words. And drink in their words. Great sayings, right? It's a great expression. There's a lot more in there like that. And there's a lot more in there like that. Okay. Now, not every bit of the tradition was written in the Mishnah. And not every bit of the tradition was written in the Mishnah. But it was organized in such a way that it made it very easy to study and organize further interpretation. Now, after the Mishnah was written and after the Mishnah which was somewhere around the year 200 or 220 which was somewhere around the year 200 or 220 the Mishnah became the book of study and in the rabbinic schools both in the land of Israel and in the land of Babylon. Now, there were always teachers going back and forth between the two areas who would share thoughts and interpretation and this went on for about 300 years and then gradually a history of those discussions was written down. And постепенно история этих споров этих диспутов обсуждений она также была записана. That's called the Gemara It comes from the Hebrew word which means to complete or finish Gimara Say it again To complete or finish The Mishnah and the Gimara together Mishnah и Gimara вместе они make up the Talmud составляют Talmud Well, how does Jewish legal thought work? И каким образом еврейская законная мысль она функционировала? It's very logical It's very logical It's very logical There's a story of a young man who came to a rabbi There's a story of a young man who came to a rabbi and said I want to study and said I want to study How do you know you can? How do you know you're prepared to study? He said Oh, he was zealous I really want to He said He looked like a reverend and said I want to So the rabbi asked him a question He said Okay Two men went down a chimney together like a smokestack You know you have a fireplace and the part that goes up is the chimney Yes they came down together They came down a chimney together And he said And one of them had a dirty face and one of them has a dirty face and one of them had a dirty face and one of the had a dirty face Молодой человек сказал, ну конечно, тот, у которого грязное лицо. А рабин сказал, ну ты ничего не знаешь. Он сказал, ну это был бы тот, у которого чистое лицо. Как тот, у которого грязное лицо будет знать, что у него грязное лицо. Потому что у его друга чистое лицо. Но тот, у которого чистое лицо, он будет смотреть на того, у которого грязное лицо. Он говорит, ну да, конечно, все, понял. Это будет тот, у которого чистое лицо. Опять рабин говорит, ну ничего ты не знаешь. Ну как эти два человека, которые спустятся вниз по одному дымоходу. И только один запачкается. И потом он продолжает, продолжает таким образом. И поэтому есть одна история талмудиста из Одессы. Для того, чтобы проиллюстрировать талмудическое мышление в период Русской империи. И он говорит, спустя месяц переговоров с властями, Одному талмудисту из Одессы разрешили поехать в Москву. Он сел на поезд и нашел свободное место. На следующей остановке зашел один молодой человек и садится рядом с ним. Этот учитель смотрит на этого парня и думает. Этот парень не выглядит так, как будто он крестьянин. И если он не крестьянин, Тогда, наверное, он родом из этого района. И если он из этого района родом, то он должен быть евреем. Потому что, по-любому, этот район — это еврейский район. С другой стороны, Если он еврей, то куда он туда едет? Я единственный еврей, который получил разрешение поехать в Москву. А, только за пределами Москвы. Есть небольшая деревня, которая называется Самвет. И евреям не нужна такая разрешение для того, чтобы добраться туда. Но почему же ему тогда нужно ехать в эту деревню Самвет? Наверное, он едет туда посетить какую-то еврейскую семью. Но сколько же еврейских семей живет там, в Самвет? Только две. The Bernsteins and the Steinbergs. Bernsteins — семья. Second one. Steinbergs. Steinbergs. The Bernsteins are a terrible family. Bernsteins — это ужасная семья. So, a nice-looking fellow like him must be going to visit the Steinbergs. Поэтому этот очень красивый молодой человек едет, чтобы посетить Steinberg. But why is he going? Но почему он туда едет? The Steinbergs have only daughters. У Steinbergs только дочери в семье. So, maybe he's their son-in-law. Поэтому, может быть, он их зять. Но если он их зять, то на какой дочери он женился? They say that Sarah married a nice lawyer from Budapest. А, я слышал, что Сара, она вышла замуж за одного юриста из Будапешта. And Esther married a businessman from Jitomir. А, Esther вышла замуж за бизнесмена из Jitomir. So, it must be Sarah's husband. Поэтому, может быть, это муж Сары. Which means that his name is Alexander Cohen, if I'm not mistaken. Что значит, что его зовут Александр Коэн, если я не ошибаюсь, конечно. But if he comes from Budapest, Но если он из Будапешта, With all the anti-semitism they have there, И там, где ужасный антисемитизм, He must have changed his name. То, наверняка, он изменил свое имя. Well, what's the Hungarian equivalent of Cohen? А какой же эквивалент на венгерском языке фамилии Коэн? Коэкс. Коэкс. Но если они разрешили изменить его имя, He must have some special status. То, наверно, у него какой-то особый статус. Что же это за статус? A doctorate from the university. Наверное, у него докторская степень в университете. At this point, the scholar turns to the young man and says, И в этот момент этот молодой человек обращается к этому талмудисту и говорит, How do you do, Dr. Kovacs? Very well, thank you, sir, answered the startled passenger. You mean that the talmudist turned... Извините. To the young man. И поворачивается к молодому человеку и спрашивает, Как вы поживаете, Dr. Kovacs? И этот изумленный молодой человек говорит, Откуда вы знаете? He said, But how is it that you know my name? Откуда вы узнали мое имя? Oh, replied the talmudist. It was obvious. It was obvious. Okay, so... Are you all now prepared to study Talmud? Вы сейчас все готовы изучать Talmud? Okay. Now, the... There are actually two Talmuds. И также существует два Talmuds. There was study going on in the land of Israel. Было изучение, школа в Израильской земле. But remember, there were not as many scholars there. И как вы помните, не было там очень много ученых. And so the... The Talmud from the land of Israel And so the... The Talmud from the land of Israel. Was never completed. Не был так полностью завершен. There were some parts of the Mishnah. Были некоторые части Mishnah. They got no commentary at all. У которых не было вообще никаких комментариев. And it's a smaller Talmud than the Babylonian Talmud. И этот Talmud намного меньше, чем Вавилонский Talmud. So when people... Normally, when Jews say the Talmud... И обычно, когда евреи говорят Talmud. They mean the Babylonian Talmud. Они подразумевают Вавилонский Talmud. Only a few specialized scholars study the Jerusalem Talmud, which is what the other one is called. Только несколько учителей, которые специализируются на этом, они изучали Израильский Talmud. Now, the Babylonian Talmud was completed about 500-550 CE after Yeshua. Вавилонский Talmud, он был завершен к 550-560 годам. And after that time, И после того времени The Talmud as a whole became the focus of Jewish thought and study. Talmud во всей своей целостности он сфокусирован на еврейской мысли. So to talk about Judaism And to talk about Judaism meant Talmudic Judaism Это подразумевает Talmudический иудаизм. And it meant the study of the Talmud. И также подразумевает изучение Talmud. And over the centuries 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 This is what continued to take place in the Jewish world. It is what continued to take place in the Jewish world. And there were other of course brilliant commentators During this time period from say 400-500 CE And in this period IV-V века Up until 1100-1200 CE The most influential Jewish communities were in the east. Not as far as India but you know ancient Babylon Assyria and so forth. There were always you know there was always some Jewish representation still in the land of Israel also. And there were always there were always some Jewish representatives in the Israel of Israel. In Hebrew there is a word Gaon It means a high thing or a person And that means a high thing or a person The leaders of the Jewish communities in the east were called the Gaon So this time period of several hundred years is called the period of the Gaon And this time period of the Gaon of the Gaon And this time period In the 8th century in Baghdad In Baghdad a new movement begin fortement now It was a rebellion against the rabbis which was bunt against the rabbis It was a rebellion against the oral Torah It was a rebellion against the oral Torah It was a return to just the written torah And it was a return it was only a return to the written Torah И это движение приобрело очень сильное влияние. Они приобрели очень много последователей. И уже существовала угроза, что они будут преобладать, и они захватят власть в общинах. И думаю, это к 10 веку. Один из Гаомов, по имени Саадия, он написал очень важную книгу против этих людей. И он смог убедить большинство еврейских общин, что их философия, их точка зрения, она была неправильной. Слово на иврите, кара, это читать. И их звали караимы. И на английском это звучало бы как кара-айц. И вы бы подумали, что кара-айц, караимы, это хорошие парни. Которые хотели избавиться от этих загнивающих раввинистических традиций. Потому что мы верующие, мы верим только в письменное написанное Слово Бога. Мы можем уважать раввинистические традиции. И не верить, что каждое слово оно вышло из Синаи. Понятно? Но в принципе невозможно для религиозной группы жить вместе и не развивать своих традиций. Просто такое невозможно. Поэтому они должны были развить свои собственные традиции. И некоторые традиции из караимов были намного жестче, чем у фарисеев. Например. Например. Помните, когда Иешуа сказал, что Тора дана для человека, а не человек для Торы? У фарисеев была такая же точка зрения. Они бы не делали галаху. И они не делали бы то, чтобы было слишком трудно исполнять для других людей. Или же большинство общины восстанет против. Поэтому давайте рассмотрим закон Торы, который говорит, чтобы не делать костер, огонь на Шаббат. И на Еврите это очень ясно. Не зажигать огонь в Шаббат. Но фарисеи говорят, если есть какой-то костер, который не потух, а Шаббат начинается, то можно не тушить его. Что это значит? Это значит, что на Шаббат у вас может быть свет в доме. И так же не охлаждать свою еду. Вы не должны готовить, но то, что вы приготовили в предыдущий день, оно остается теплым еще. И если вы живете в холодном климате, то так же вы можете отапливать свой дом. Караимы говорили нет. На Шаббат вы не можете иметь никакого костра, огня. И на Шаббат они сидели в темных холодных домах. Вы все знаете о традиции зажигания свечей перед Шаббатом. Да? Да. Я слышал от одного раввина в Кливленде, что эта традиция началась в это время. Фарисеи начали эту традицию как способ делать утверждения против караимов. Как мы преднамеренно зажьем огонь свечи перед Шаббатом, и это будет гореть. Поэтому в следующий раз, когда вы будете зажигать свечи, вы можете знать, что эта традиция появилась с тех пор. Now, during this time period into the 11th and 12th centuries, there was a transition of much of the Jewish community from the East into Europe. произошел переход большей части еврейской общины с Востока southern and western Europe в Европу. And a number of great scholars and commentators worked during this time period. и много еврейских учителей и комментаторов жили в то время. There was Rashi, who was a great biblical commentator. There was Rashi, who was a great biblical commentator. And wrote extensive commentary on the Talmud. Maimonides, who was one of the most influential Jewish thinkers of all time. Maimonides was very philosophically oriented. And a kind of Aristotelian in his thinking. Now, one more point before the break. И еще один момент перед тем, как мы сделаем перерыв. What did you do, if you lived in a smaller Jewish community? Что бы вы сделали, если бы вы жили в небольшой еврейской общине? And a new question came up и возник бы какой-то новый вопрос о том, как применять Тору в какой-то определенной ситуации. И если бы это был очень трудный вопрос, то вы бы послали представителей в одну из наиболее больших школ или к одному из известных рабинов. И он бы дал вам письменный ответ. И очень много этой литературы существует и по наши дни, по наше время. Ее называют литература Респонса. И это очень интересная сфера изучения. И вы сможете понять более лучше, как люди жили в различных общинах. Давайте сделаем перерыв.